Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать. Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас и верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Божьего Слова по мере того, как мы продолжаем исследовать глубины исцеляющего служения Иисуса. Мы погружаемся в изучение Нового Завета и узнаем, какие болезни Иисус исцелял, и как Он это делал. Мы разобрали слово «исцеление», которое чаще всего встречается в Новом Завете. Это греческое слово «терапео». Это замечательное учение. А если вы не смотрели наши прошлые выпуски, то, пожалуйста, посетите наш сайт, где вы найдете все остальные программы на эту тему. Обязательно их посмотрите. И я уверен, что вы узнаете много нового об исцеляющем служении Иисуса и о том, как вам нужно молиться за больных. Они послужат своего рода инструкцией, чтобы вы знали, что нужно делать, чтобы получить ответ, когда вы молитесь за больных. Сегодня мы откроем пятую главу Евангелия от Марка и прочитаем историю о женщине с кровотечением. Это драматичная история об исцеляющем служении Иисуса. В пятой главе Марка с первого по двадцатый стих повествуется о том, как Иисус пришел в страну Гадаринскую. И когда лодка Иисуса пристала к берегу, ему навстречу попались двое одержимых нечистыми духами, и Иисус изгнал из них злых духов. И если Марк пишет об одном одержимом, то Матфей указывает на то, что их было двое. Это вовсе не значит, что между ними возникло противоречие. Дело в том, что Марк всегда подробно описывает наиболее значимые события. Одержимых было двое. Но Марк рассказывает о том, что представляет наибольший интерес. И Марк сообщает нам о том, что когда Иисус освободил этого человека, то он тут же пошел и начал проповедовать, возвещая благую весть о Христе по всей округе, говоря о том, что с ним произошло. После того, как Иисус изгнал нечистого духа из этого человека, он снова сел в лодку и переправился на другую сторону. Давайте мы об этом прочитаем. Это Евангелие от Марка, 5 глава, 21 стиха. Здесь сказано, «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря». Каждое слово в Новом Завете имеет конкретную цель. Это очень важный отрывок, потому что в этих стихах содержится полная картина того, что ждало Иисуса, когда Его лодка все-таки пристала к другому берегу. Смотрите еще раз. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря». Во-первых, мы читаем о том, что там было множество народа. По-гречески «аклус полус». Нет нужды использовать оба эти слова. Это два отдельных слова. Слово «аклус» само по себе описывает огромное скопление народа. Но если к этому добавить слово «полус», которое означает «много» или «множество», то оно описывает огромную толпу, еще больший усиливый эффект. Выходит, что это была не просто толпа зевак, а огромное людское море. Не просто несколько человек, которые вышли на берег, чтобы встретить Иисуса. «Обесчисленная людская масса». Они услышали о том, что Иисус возвращается. И все собрались на берегу в ожидании Его возвращения. И скоро вы увидите, что они были настолько возбуждены, что буквально не давали Ему прохода. Послушайте, что было дальше. «Он был у моря». Зачем Духу Святому понадобилось сообщать нам о том, что Он был у моря? Для того, чтобы у нас сложилась полная картина происходящего. Слово «у» — это греческое слово «пара», означающее «рядом» или «около». Можно сказать, что Он был около моря. Вот как это выглядело. Лодка Иисуса пристала к берегу. И когда Он вышел из лодки, на берегу Его ждала многочисленная людская толпа. Никто не работал. Все вышли на побережье, чтобы увидеть Иисуса. И когда Иисус вышел из лодки, вокруг собралась толпа, которая тесняла Его. Они толкались, потому что каждому непременно хотелось к Нему прикоснуться. Так что Иисусу даже не удавалось отойти подальше от кромки воды. Он так и стоял у воды. Более того, один человек сказал, что эти люди буквально столкнули бы Его обратно в воду. Они толкаются, усиленно работая локтями. Все спешат прикоснуться к Нему, не давая Ему отойти от берега. Скорее всего, Он так и стоял по щиколотку или по колено в воде, в то время как толпа не дает Ему прохода. Послушайте, что было дальше. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, где слово «вот» означает «Ого! Ничего себе!» Даже когда Марк это описывал, он все еще был под впечатлением от увиденного. Это можно перевести как «Ничего себе!» Вот идет один из начальников синагоги по имени Иаир. Он неспроста назвал его по имени. Иаир был известной личностью. Он мог бы просто сказать, что идет один из начальников синагоги. Но Иаира знали все. Он имел широкую известность, был образован, богат и знаменит. Что-то вроде местного царька. Он был начальником синагоги и носил роскошные царственные одежды, просто из-за своей известности. В Библии сказано, «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, когда Иаир увидел Иисуса, он упал к его ногам». Это поразительно. На берегу собралось огромное скопление народа. Все пытаются пробиться к Иисусу, толкаются, отпихивая друг друга в попытке прикоснуться к Нему, не давая Ему отойти от воды. Он стоит по колено в воде. Как вдруг сзади кто-то начинает кричать, «Иаир идет!» Услышав это имя, толпа расступилась, образуя проход. Иаир — этот знатный, богатый, образованный человек, который на тот момент был начальником синагоги, но, по сути, местный князь или царь, представитель власти. Все были настолько изумлены его появлением здесь, что даже Марк, описывая это событие, говорит, «Ничего себе!» Марк все еще находился под впечатлением от увиденного, когда он об этом писал много лет спустя. «И вот Иаир, в своих роскошных одеждах, в окружении слуг, с достоинством идет сквозь толпу, спускается к воде, туда, где стоит Иисус, подойдя к Иисусу Иаир, который из-за болезни дочери находится на грани отчаяния, падает к его ногам». Мы читаем об этом в 22 стихе. Здесь сказано, «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его». Где слово «падает» буквально означает, что он «уполниц». Распростерся. Иаир, этот достопочтенный, знатный человек, которого все здесь знают, «простирается у ног Иисуса». А в 23 стихе написано, «И усильно просит Его». Где слово «просит», это греческое слово «паракалео», означающее «упрашивать», «горячо умолять». «Пара» означает «ребо», а слово «калео» переводится как «просить» или «умолять». А если соединить их вместе, то это может означать, что он обхватил руками ноги Иисуса. И теперь, в смирении, лежа на земле, он поднимает глаза на Иисуса, крепко ухватившись за Него руками, буквально вцепившись в Него, и умоляет Его о помощи, говоря, «Дочь моя при смерти». В греческом написано, «У моей дочери последняя стадия заболевания». Мы точно не знаем, что это была заболезнь. Известно лишь, что состояние ее постепенно ухудшалось, и теперь она находится почти при смерти, на последней стадии заболевания. «Молю тебя, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». В одном переводе на английский «молю тебя» выделено курсивом. Это значит, что в греческом ее нет. Она добавлена переводчиками, которые посчитали подобное обращение непозволительной дерзостью по отношению к Иисусу. И Аиру было недоприличие. Он не говорит, «Молю тебя, пожалуйста, если у тебя есть время, если у тебя будет такая возможность, то мне нужна твоя помощь». Он так не говорит. Он не говорит, «Я умоляю тебя». Он буквально потребовал. Здесь сказано, «Иди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вы увидите, что слово «выздоровела» встречается несколько раз в этих стихах. И в данном случае это не «теропео» и даже не «иомай», но это слово «содзо». Новозаветное греческое слово, означающее «спасение». Это яркий образец еврейского мышления. Евреи уверены, что когда человек получает спасение, когда на него сходит Божья сила, это делает его целостным во всех сферах жизни. И здесь, когда он говорит, «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела», это греческое слово «содзо», чтобы она пережила спасительное прикосновение, освобождающей, исцеляющей силы, которая бы восстановила полноту во всех сферах ее жизни. И Аир говорит, «Я знаю, что если ты это сделаешь, то она будет жить». Дальше, 24 стих. Здесь сказано, «Иисус пошел с ним». Представьте себе эту картину. Иисус выходит из лодки. Его ждет многочисленная людская толпа. Весь город собрался на берегу. Все пытаются пробиться к Иисусу, толкаются, отпустия друг друга, не давая Ему отойти от кромки воды. Скорее всего, Он так и стоит по щико лодков в воде, как вдруг кто-то начинает кричать, «И Аир!» «И Аир идет!» Толпа расступается, и этот достопочтенный Господин идет сквозь толпу. Все в изумлении от того, что человек, его положение идет повидать Иисуса. Подойдя к Иисусу, Аир падает на землю, обхватывая руками ноги Иисуса. Он вцепился в него со словами, «Приди, приди сейчас же!» Он требует от Иисуса, «Спаси мою дочь!» Это греческое слово «содзо». Если ты спасешь ее, прикоснувшись к ней своей силой, то она будет здорова. И Библия говорит, что Иисус пошел с ним. И Иисусу пришелся по душе подобный подход. И Иисуса это не оскорбило, когда кто-то что-то у Него потребовал. Он увидел его веру. И Библия говорит, что Иисус пошел с ним. А куда Он направился? Ему уже надо было идти в ту сторону. А для того, чтобы развернуться и пойти с Ним, Иисусу предстояло пробираться сквозь ту толпу, где все толкались в попытке подобраться поближе к Нему. И хотя толпа из вежливости раступилась, пропуская Иера, то когда Иисус повернулся, чтобы идти в другом направлении, они тут же забыли о вежливости. Вместо того, чтобы держаться от них подальше, Иисус повернулся и направился в толпу. И когда Иисус пошел с ним, пробираясь через толпу, толпа пришла в выступление. «Он идет! Он идет!» И они снова начали толкаться, обступили Его со всех сторон, протягивая к Нему руки, чтобы прикоснуться к Нему, хотя бы кончиками пальцев. Написано, что за Ним следовало множество народа. Это уже знакомое нам выражение «Аклус полус», где Аклус описывает огромную толпу, а в сочетании со словом «полус» людей было столько, что и не сосчитать. Там собрался весь город. За Ним следовало множество народа и теснили Его. Где «теснили» — это греческое слово «филипсос», означающее «душить» или «здавливать». Они чуть было Его не раздавили. Ему не хватало воздуха. Он задыхался. Они не испытывали к Нему ни малейшего сочувствия. Все, что они знали, — это то, что чудотворец, целитель, идет мимо них, и всем хотелось Его потрогать. И Марк пишет, что они Его теснили. Они едва Его не задавили. Это можно перевести как «раздавить» или «размазжить». Вот что это значит. 25 стих. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, происходящее с ней представляло серьезную проблему, потому что по закону в это время она считалась нечистой». Давайте прочитаем, что об этом говорится в 15 главе книги Левит, начиная с 19 стиха, Левит 15, 19. Это большой отрывок, но скоро вы поймете, зачем нам это надо. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, а здесь у женщины открылось кровотечение, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. Получается, что любой, кто даже случайно до нее дотронется, становится нечистым. «И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечистым». То есть, если она посидела на стуле, то стул нечистый. Если она принебла на кровать, кровать нечистая. «И все, на чем сядет, нечистый». «Всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет». И снова, если вы случайно дотронулись до этой женщины, до ее стула, до кровати, до всего, к чему она прикасалась, то вы становитесь нечистым. «И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то есть если она замужем, то она не могла вступать в половую связь со своим мужем. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста». 25 стих. «И если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как продолжение очищения своего, она нечиста». То есть у нее возникли осложнения, и открылось кровотечение, которое продолжается уже очень долго, и пока оно не закончится, она считается нечистой. Не забывайте, что эта женщина была больна 12 лет, и все это время она считалась нечистой. 26 стих. «Всякая постель, на которой она ляжет, во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель, в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее». 27 стих. «И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет до вечера». Итак, согласно левицкому закону, женщина с кровотечением считалась нечистой. К ней нельзя было прикасаться. С ней запрещалось общаться. Находиться за одним столом. Ей было запрещено сидеть там, где сидели другие люди. Вы не могли прикасаться к ее одежде, к ее кровати, к ней относились как к изгою. Причем в Библии ясно сказано, что все эти запреты распространяются на нее на всем протяжении ее болезни. Таким образом, когда мы читаем о том, что у этой женщины было кровотечение, которое продолжалось на протяжении 12 лет, это многое нам говорит об этой женщине. Если она была замужем, это означает, что ее муж не прикасался к ней, по меньшей мере, 12 лет. Если у нее были дети, ей не разрешалось прикасаться к ним все эти годы. Она не имела права находиться с ними за одним столом. А поскольку она была нечистой, то, скорее всего, она жила в отдельной комнате. У нее была своя мебель, своя посуда. Будучи нечистой, она жила в полной изоляции и считалась изгоем. Без прикосновений, без любви, один на один с болезнью. Причем ее проблема носила не только физический характер. Только вдумайтесь. Скорее всего, из-за большой кровопотери у нее началась анемия. Она была очень слаба. Послушайте, что еще Марк сообщает о ней в 25 стихе 5 главы Евангелия от Марка. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. 12 лет мучений, в 26 стих, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Библия говорит, что она натерпелась. Это греческое слово «пафос», означающее не только физическое, но и моральное страдание. Ей было тяжело физически, морально и эмоционально. А Марк пишет, что она много потерпела. Где «много» — это греческое слово «пофос», означающее нечто чудовищное. Но ее долю выпало много страданий. Далее он пишет «от многих врачей». Где «от» — это греческое слово «хупо», что переводится как «под присмотром» или «под опекой» — многочисленных врачей. С ней обращались как с подопытным кроликом. Попробовали одно, не получилось. Давай попробуем другое. Если вы посмотрите, как Лука пишет об этом, то его изложение несколько отличается. Как вы помните, Лука был врачом. И если Марк пишет, что врачи перепробовали все, но не смогли ей помочь, то Лука заявляет о том, что она потратилась на врачей. Зная, что мне предстоит учить на эту тему, я проделал исследование с целью выяснить, какие методы лечения применялись в то время к тем женщинам, у которых было кровотечение. И пришел в ужас. Чего только они не делали с этими женщинами, которые были согласны отдать любые деньги, лишь бы вылечиться. Они проводили над ними ужасающие эксперименты. И вот что Марк пишет об этом в 26 стихе. «Много потерпела от многих врачей, истощила все». А в греческом написано, что она исчерпала все свои средства. Она потратила все. У нее ничего не осталось. Она потратила все, что у нее было. Исчерпала все свои ресурсы. А ведь это как раз то, что делает с человеком болезнь. Болезнь — это вор. Она крадет ваше время, ваши отношения, ваши деньги. Она требует вашего внимания, занимает все ваши мысли, опустошая вас. Болезнь — это вор. А после того, как эта женщина потратила все, что у нее было, в 26 стихе написано, что она не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. 27 стих. «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его». В греческом оригинале эта фраза имеет несколько иное значение. И это очень важно. Здесь буквально говорится, что когда она услышала что-то об Иисусе, не забывайте, что она жила в изоляции. Скорее всего, она жила в отдельной комнате. Ее общение с окружающими было крайне ограничено, потому что она была нечистой. К ней нельзя было прикасаться, сидеть за одним столом. Никто не рассказывал ей о том, что творится в городе или в стране. Она жила в изоляции. Но в тот особенный день город неожиданно опустел, и женщина смогла выйти из дома. А почему город опустел? Потому что весь народ собрался у воды и встречал Иисуса. И когда она вышла из дома, на улицах было безлюдно, и она могла свободно ходить, не боясь, ненароком прикоснувшись к человеку осквернить его. Она могла ходить по улицам, не боясь оскорблений, потому что с нечистыми обращались, как с нечистыми. Когда нечистый шел по улице, люди начинали громко кричать, что идет нечистый, и все разбегались в разные стороны, потому что никому не хотелось сталкиваться с нечистым. Но в тот день там никого не было. А куда все подевались? Все отправились на берег, чтобы встретить Иисуса. А она даже не знала, кто это такой. Живя в изоляции, она о нем не слышала. Все, что она знает, это то, что город опустил. И вот она идет по улице, как вдруг люди начали возвращаться, неотступно следуя за Иисусом, идущим по направлению города. Улицы снова заполнились людьми. И мы точно не знаем, как и что там произошло, но, скорее всего, эта женщина буквально вжалась в дверной проем, спрятавшись в нише, чтобы не помешать проходящей толпе. Она не могла ходить по улице, которые вновь заполнились людьми, потому что, если бы она ненароком дотронулась для кого-нибудь, то такой человек становился нечистым. А согласно ветхозаветному закону, если она умышленно или даже ненарочно делает другого нечистым, то в наказании люди вправе побить ее камнями. И ей ничего не остается, кроме как спрятаться, найти себе укрытие, будь то дверной проем или какая-нибудь ниша. И вот она пытается отойти с дороги, в то время как улицы быстро заполняются людьми. И в то время как люди проходят мимо, до нее, согласно 27 стиху, доносятся какие-то слова об Иисусе. Как вы думаете, что она услышала? Скорее всего, в этот момент она впервые в жизни слышит об Иисусе. Все это время она жила в изоляции. И вот она стоит, вжавшись в стену, чтобы люди могли пройти. Из своего убежища она слышит все то, что говорят люди, и она слышит, как люди обсуждают какие-то вещи об Иисусе. Греческое слово «та» переводится «вещи». А что она услышала? Она услышала, что есть некто по имени Иисуса, который обладает целительной силой. Она услышала, что есть некто по имени Иисус, который исцеляет слепых, хромых. Кто-то кричит «я могу видеть, я могу ходить, я исцелился от проказы». И вот она стоит в дверном проеме, скрытый от посторонних глаз, слышит все эти удивительные восклицания, смотрит на себя и думает «А как же я?» Если Он сделал это для них, может статься, что Он сделает это и для меня. В послании к римлянам 10.17 говорится, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. И в то время, как эта женщина слышит о силе, которой обладает Иисус, вера начинает проникать в ее сердце. А в 27 стихе написано, что услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. А в греческом написано, что она дотронулась до низа Его одежды. Она ползла на коленях. Она знала, что не может находиться среди людей, чтобы не сделать их нечистыми. Получается, что она опустилась на четвереньки и начала ползком пробираться сквозь толпу, стараясь не быть раздавленной. А поскольку там было очень много людей, и как мы уже прочитали, они буквально сжимали Иисуса со всех сторон и не видели, кто там ползет внизу под ногами. А это была та самая женщина с кровотечением, которая услышала о человеке по имени Иисус, обладающем целительной силой, и решила во что бы то ни стало добраться до Него и прикоснуться к Нему, дотронуться хотя бы до краешка Его одежды. Не потому, что это какое-то особенное место, а всего лишь потому, что она находилась на земле. И все, что ей было нужно, это одно прикосновение к Нему. В 28 стихе написано, «Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровью». В греческом написано, что она начала говорить сама с собой и повторять это постоянно. Она сама того не понимая, начала поступать по вере. По-гречески это означало, что она говорила и говорила и говорила. Она продолжала повторять, «Если я только коснусь Его, мне бы только до Него добраться. Я смогу. Мне бы только до Него добраться. Мало-помалу, приближаясь к Иисусу». Она продолжает убеждать себя в том, что если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. Где выздоровею — это греческое слово «содзо», что в Новом Завете переводится как «спасение». «Мне бы только одно спасительное прикосновение, и я тотчас буду исцелена». Именно так спасение, помимо духовного избавления, несет в себе свободу, подкрепление, исцеление. А в 29 стихе написано «И тотчас иссяк у ней источник крови», где слово «источник» указывает на то, какой силы у нее было кровотечение. Кровь буквально лилась. «И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». Она сразу же поняла, что исцелилась, потому что кровотечение прекратилось. А в 34 стихе Иисус обращается к ней и говорит «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Когда Иисус говорит «иди в мире», слово «в мире» — это греческое слово «эрэнэй», которое описывает прекращение войны. Значит, самое время перестать бороться, перестать конфликтовать, отложить оружие. «Эрэнэй» буквально означает, что сейчас самое время начать восстанавливать то, что было разрушено. Иисус обращается к ней и говорит «Счерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире». По сути, Он имеет в виду, что пришло время начать все с чистого листа. Сила Иисуса исцелила ее. Она ее спасла, подарила ей свободу, заставила болезнь отступить. И теперь Иисус говорит «Ты, наконец, сможешь начать жизнь заново. Иди с миром. Пришло время начать все сначала. У тебя вся жизнь впереди». Сила Иисуса исцелила эту женщину, когда она поступила по вере и прикоснулась к Нему. Вы прямо сейчас можете принять исцеляющую силу Бога. Если кто-то из ваших друзей заболел, то и они могут прямо сейчас принять Его исцеляющую силу. Она действует. Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки тот же. И если Он делал это тогда, то делает и сейчас. Наше время стекло. Если вам нужна молитва, пожалуйста, воспользуйтесь информацией на экране и свяжитесь с нами, чтобы мы знали, о чем конкретно мы можем молиться. Это честь молиться за вас. И не забывайте Экклесиаста 8.4, где Слово Царя, там власть. И пусть Божье Слово прольет свою силу в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Знаете ли вы о том, что Бог даровал вам полное исцеление, и вы можете быть совершенно здоровы? Многие люди полагают, что Бог лишь иногда исцеляет больных. В том числе и верующие забывают о том, что Иисус – Целитель, живет внутри нас. Исцеление человека, так же, как и Его спасение, является Божьей волей, которая записана в Его Слове. Бог не просто может, Он хочет исцелить вас от всех болезней, даже хронических или, по словам врачей, неизлечимых. Все, что от вас для этого требуется – это ваша вера. Книга пастора Вика Реннера «Библия об исцелении» расскажет вам о правильном основании для получения исцеления и о библейских принципах, лежащих в его основе. Вы найдете множество мест писания об исцелении, провозглашение которых укрепит вашу веру, а их правильное толкование поможет вам принять Божий дар исцеления в свою жизнь. Скачайте книгу «Библия об исцелении» бесплатно на сайте ignc.org Добро пожаловать на мою страницу в Фейсбуке. Я ждал вас. На этой странице мы регулярно публикуем новости, учения, видео. Мы верим, что все это важно для вашей духовной жизни. Поэтому приглашаю вас регулярно посещать мою страницу в Фейсбуке. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин